Праздник музыкантов! Пескарска, Мензелинска, Кукмара, Буинска, Черемшана, Чистополе и других. Сегодня свое мастерство участники демонстрировали строгому жюри. Пожелать сегодня успешного выступления, побольше призовых мест, побольше дипломов в консистенции. Ну и что здоровье творческого благолития. Лучших определяли по трем номинациям. Это вокалы, вокальные ансамбли, инструментальное исполнительство, где играют на всех народных инструментах. Таких как домра, балалайка, гитара, а также скрипка, фортепиано. Кстати, в третьей номинации только из Елабыги изъявили желание участвовать более 10 пианистов. Решила поучаствовать, чтобы повысить уровень своего педагогического мастерства, свой профессиональный уровень, чтобы не забывать свой инструмент, чтобы заниматься не только педагогической деятельностью, но и концертами, выступлениями. И тем самым, конечно же, подавать пример своим учащимся. Те преподаватели, которые занимаются детьми, очень сложно быть еще и исполнителем. Это надо держать постоянную форму. И тот, кто в форме, не только молодые, но и в возрасте преподаватели, это очень серьезное занятие над собой, постоянная работа над качеством звукоизвлечения. Поэтому это очень большой труд. Возраст участников разный. Кто-то только приступил к педагогической деятельности, а у некоторых уже ученики стали знаменитыми музыкантами по всей стране. Мы, пианисты, мы должны играть, мы должны выступать. Не только наши дети, а то мы их готовим, а как бы для них пример. Мы же тоже должны показывать, мы должны показывать, что мы тоже хорошо играем. Чтобы они на кого-то равнялись, чтобы это было для них тоже стимулом. Талантов, кто избрал своим инструментом собственный голос, жюри слушал в городском дворце культуры. Со сцены здесь звучали песни на русском и татарском языках. Участники домой уехали с хорошим настроением, а многие еще с дипломами. Юлия Вареникова, Альфина Хузина, Артем Корнилов, Артем Пельтемов. Елабужская служба новостей.